Слышали, есть такая партия Единая Россия. Как вы можете оценить ее работу, цели, для чего она существует? Я бы сказал, где-нибудь на четверочку. По десятибалльной шкале? По пятибалльной. Три из десяти. Так, можно? То есть, на парашу, да? Да, да. Надоела она вам, да? Да, надо другую какую-нибудь, там, с Жириновским что-нибудь такое. Путин, он с внешней политикой, на мой взгляд, довольно-таки хорошо справляется, но... А в целом оценить партию, ну, это сложно, потому что там, наверное, есть какие-то свои камни подводные, свои стратегии, идеи, которые простой народ, ну... Либо им СМИ сообщают не так, как все есть на самом деле, чтобы... Ну, в общем, я думаю, что ни один вам человек нормально не ответит на этот вопрос, потому что никто не знает правды, кроме самой Единой России. Ну, однозначно оценить не могу, вернее, даже я бы, наверное, сказала, что я не вижу ее работы и не в курсе, что именно она осуществляет. Вы знаете, к сожалению, я не состою ни в какой политической партии, мне сложно делать какие-то выводы. Вот, если честно, как сама партия, я не следил за ней, если честно. Если честно, я партия Единой России служу только по Путину. Вот сам Путин, он такой, вот в критический момент, он просто вытаскивает нашу страну из жопы. То есть она до его прихода была в жопе, да? А он вытащил. Нет, просто когда, короче говоря, когда пришел Ельцин, он начал потихоньку разрушать нашу страну, точнее, СССР. Но перед смертью он назначил Путина. И как раз Путин нашу страну вытащил, вот из той ситуации. И сейчас у нас все хорошо. Все хорошо во внешней политике, но во внутренней не все хорошо. А что они хорошего сделали? Зачем они вообще? Существует эта партия? Без понятия. Не можете, да, примеров никаких? Не интересуюсь политикой, поскольку возраст не позволяет пока что углубляться в этом деле. Если 18 лет исполниться, я, конечно, заинтересуюсь более подробно в этом деле. Ну, вот я с вами разговариваю. Все нормально. Жив и здоров. А вы в курсе, кто в этой партии состоит? Ну, в общем-то, да. Я в политический, в общем-то, не вникаю сильно. Знаю, что есть такая партия. Есть и другие партии. А чем она вообще занимается-то? Вот вы нас не просветите, потому что я, например, не знаю. Честно говоря, я не знаю, чем все остальные это занимаются. Ну, вот сейчас вот меня в стране устраивает вполне. Я же говорю, вот, мы ходим свободно. Мы можем выражать мнение свободно. Вы попробуйте там где-нибудь за границей там. Еще неизвестно, чем закончится вот наше мнение. Ну, я не знаю. Ну, свободно, а кому и нет. Ну, может быть. Вы боитесь, что ли? Не, мы же спрашиваем у вас. Я, например, не боюсь. Партии не знаю, а президентства изменения происходят. В лучшую или в худшую сторону для каждого вопроса, наверное, свой. Но изменения однозначно есть. Вызывает у вас доверие это Единая Россия? Не могу сказать про Единую Россию. Почему? Не являюсь ни поклонником, ни сторонником, ни отрицанием Единой России. Ну, как любая партия, очевидно, существует для того, чтобы какие-то осуществить преобразования в обществе и в государстве. Но назвать вы не можете, да? Не могу, да. Ни одного вообще? Нет. Если бы, мне кажется, если бы были какие-то вот такие грандиозные результаты, они бы знали все. Но я такого не знаю. Видимо, либо она делает что-то такое посредственное, либо скорее нейтральное. Либо ничего. Ну, либо ничего. Но, наверное, все знают, что в народе бытует такое мнение, что там все куплено, коррупция, что выборы тоже все куплены. И в преддверии, я так понимаю, что это соцопрос, в преддверии предстоящих выборов. Мне кажется, что, конечно, она будет заниматься одной из лидирующих позиций. Там, если не первое, то второе место. И, наверное, мне кажется, что, в принципе, концепция у них неплохая. Но если бы это все в стопроцентном объеме бы выполнялось, конечно, это было бы идеально и для России, и для Бультаща, и для всех нас, и для народа. Буду ли я за нее голосовать, честно говоря, я не знаю. Потому что я бы хотела ознакомиться. Безусловно, сейчас идет реклама по телевидению о кратком содержании других партий. Какие у них концепции, какие у них идеи. Я бы хотела с ними более подробно ознакомиться. Я не знаю, буду ли я голосовать именно за Единую Россию. А вот вы не смогли назвать ни одного ее дела, которое она сделала. А вообще, по-вашему, зачем она существует, эта партия? Ну, наверное. Чтобы делать что? Чтобы издавать новые законы, возможно, какие-то акты, возможно, для реализации каких-то прошлых законов, которые же были, которые не соблюдаются, чтобы их поправлять. Но пока они это еще не сделали, да? Вы знаете, я не то чтобы недавно, но достаточно давно уже окончила школу. И я не могу сказать, что у нас образование прямо такое замечательное, чтобы сказать, что Единая Россия плотно и занялась образованием среднего и высшего образовательного взрывина. Поэтому сказать, что вот конкретно в этой сфере я не наблюдаю никаких результатов положительных. Потому что я вижу тенденцию, что наоборот образование стремится вниз. Вот если на примере этого рассматривать. Что она делает? Ну, контролирует власть. По-моему, самое простое. Что она полезного делает? Ну, как бы трудно сказать. Зачем вообще она существует? Для контроля власти. Ну, это же очевидно, что законодательный орган, который проталкивает законы необходимой власти. А они занимаются этим? Вот реально. Проталкиванием законов, конечно. Нужные законы проталкивают. Нужные кому? Власти. Ну, что-то я не помню каких-то мега-социальных законов, которые были сделаны в последнее время. Может, нам, конечно, о них плохо говорят. Обычно все у нас налоги повышают, уровень жизни падает. А вы, интересно, откуда? В плане, какую партию представляете? Или, в принципе, что за... А мы общественное мнение узнаем. Мы сами ни за кого не агитируем. Отношения так себе. Так, а вот... То есть, я так понял, партия существует для себя? Ну, не только для себя, а для людей, которые эту партию, скажем так, создали и спонсируют. А не для общества, да? Я думаю, нет. Ну, у нас, в принципе, ни одной партии нет для общества. Все продвигают свои цели. И коммунисты, которые уже не коммунисты, и какие-то справоросы, которые, по сути, дубляж, как мне кажется. Ну, ЛДПР тоже. У нас... То есть, это все видимость, да? Ну, конечно. То есть, Единой России надо предоставить еще 10 лет, чтобы они вывели окончательно Россию из кризиса. Да, но при том условии, если Путин возьмет себе... Это... Я забыл. Короче, возьмет себе заместителя по внутренним делам, сменит Медведеву на такого, на хорошего, адекватного. Ну, адекватного не в том смысле, что... Медведев там плохой. А адекватного в том смысле, что... Что преемник будет анализировать все. То есть, анализировать, рассчитывать всевозможные пути, варианты прохода, отхода и выхода. Вот тогда внутренняя политика России поднимется. А если посмотреть на Медведева, то... Ну, что сказать? Одно слово iPhone, можно сказать. iPhone. Ну, какие цели Единая Россия ставит? Больше денег в карман забрать. Это все выборы одни и те же. Денег побольше срубить и все остальное. Это нафиг никому не надо. Все выборы одинаковые. Они что, они толку-то от того, что они что-то делают. Ну, выберут, изберут, так ничего не изменится. То есть, какое будущее вы хотели бы для Единой России? Не знаю, чтобы партия распалась. Или ее кардинально изменили. То есть, поменяли весь ее состав, то есть, всех депутатов. Там такие люди-то известные. Николай Валуев, Аллочка из Универа, Немов, который правила очень не любит, дорожного движения. Да, они, безусловно, очень полезны, в кавычках. Ну, вот насчет них. Извините. Их можно, наверное, оставить, ну, для юмора чисто. Вот всех их и оставить, да, вот этих вот, которые у них рекламой занимаются? Их же для рекламы туда взяли? Скорее всего, да. Ну, они очень интересные, они очень умные. Они в политике разбираются, да. Я бы за них проголосовал. Особенно Николай Валуев, политик. Да, да, это мозг. Мозг просто всей партии. Он, я не знаю, это лучший депутат в Госдуме. Да, сто процентов. Конечно, если говорить о балочке, то сразу мнение Единой России упадет. Потому что какой-то, как может, актер, да, там, быть представителем народа, там. Ну, вот. А если рассматривать, например, не Аллочку, а какого-нибудь другого? Немова. Олимпийский чемпион. По гимнастике. Я бы хотел больше рассматривать именно, так сказать, депутатов, именно вот, которые, у которых основное направление это... Нет вопроса, Миронов, питерский депутат, очень любит почему-то громить секс-шопы. Не дают они ему покоя. Миронов, он, насколько я знаю, Кировский район. Так вот, мы видим, он поддерживает много праздников. Потом я даже слышал о каких-то мероприятиях, там, ну, экологических связанных. Он часто вешает баннеры к каждому празднику. То есть, каждого депутата Единой России можно рассмотреть как с его плохих сторон, так и с хороших. А если подходить к людям с плохих, то, ну, все будут говорить плохо. А если вы, наоборот, подошли и сказали, знаете, вот у нас есть Единая Россия, она такая классная. Вот вчера видели, там, тот же самый Миронов, там, деревья сажал в парке у нас в Александрино. Как вам? Миронов молодец, а вот громить секс-шопы плохой Миронов. То есть, вы, наверное, хотели другого услышать изначально? Не, не, наоборот, ваше мнение. Нам не нужно. Я считаю, что относительно всех других партий Единая Россия, в общем, может, она не хорошая, как вы, как все считают, но она справляется лучше, чем какая-либо другая партия из ныне, ну, сейчас имеющихся. Для того, чтобы основное государство наше, как Единая Россия, всем привычное уже, наверное. Вот вы можете назвать какие-то ее за время существования, достижения ее? Вообще, какие она цели ставила? Ну, не знаю. Точно не могу, я так в политике не силен, но так сказать, то, что нас, ну, как, пытается вывести из кризиса, то она то вводит, то выводит, как среднее такое, получается. А вы знаете вот ее членов, кто там в партии? Много очень прикольных людей. Медведев, Путин. Аллочка из Универа. Да, 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 Аллочка из Универа. Николай Валуев. Николай Валуев даже там нифига. Не, про Валуев не знал. Выводят они нас из кризиса. Ну, да, да, не так, пиаром выводят тоже. Сейчас все же пользуются эти партии, то, что знаменитостей таких вводят. То же самое, что на Украине этого очень говорливого парня-то, как его звать-то, боксера этого. Блин, забыл. Кличко. Кличко, точно, Кличко. Вот. Ну, вот, по-вашему, какое будущее ждет эту партию-то? Не знаю. То же самое, я думаю, ничего вообще не поминается в России. Как было, так и будет. За все времена. Стабильно. Да, вот, стабильности будет, потому что никто не хочет ничего менять, всем нравится. То есть, как живешь в заднице, так и будешь жить. Тебе уже свыкать с этим, значит, будет так. То есть, у нас такие люди просто, они хотят лучшей жизни, думают о ней, но нет. Они будут жить в заднице и думать о лучшей жизни. А что-нибудь менять не никогда. Скажите, вас устраивала бы жизнь с полным отсутствием перемен? Ну, знаете, всегда хочется, чтобы были перемены к лучшему. Но, с другой стороны, не хочется перемен к худшему, как случилось, например, на Украине или в Сирии. Там, по-моему, ничего хорошего нету сейчас. Нет, конечно же, не устраиваю. Не знакома такая жизнь? Да, пока что да. А вас? Даже не знаю. Устраивает ли вас жизнь с полным отсутствием перемен? Каких перемен? Вообще, к лучшему, худшему, вот когда ничего не меняется, все стоит на месте. Стабильность – это лучше, чем всякие перемены, потому что они, как правило, могут быть разные, а чаще хуже. Вам нужна революция? Нет, мы спрашиваем про перемены. Почитайте новости, все меняется. Нет. А вас? Нет, конечно, как же можно жить без перемен? Так, поясните, да. Понимаете, отсутствие перемен – это значит стоять на месте, а как стоять на месте может быть хорошо. В принципе, вот и все. Нет, конечно. А почему нет? Интересно жить. То есть все должно меняться, да? Засловно. А если меняется только к худшему, а к лучшему не меняется, то как? Так не бывает. Обязательно будут и положительные, и отрицательные изменения. Жизнь такая. А сейчас изменяется? Нет, я все время пытаюсь что-то менять, делать, но тоже не очень получается. То есть должны быть перемены к хорошему, к плохому, да? Ну да, если ты что-то делаешь, то всегда это либо к хорошему приедет, либо к плохому, смотреть, что делаешь. Вот так ты… Попробовать все равно надо. Да, пробовать надо, стараться. И выведешь себя на лучший уровень всегда. Главное учиться и стараться. Вот если делать перемены, то лучше сначала просчитывать их. Вопрос сложный. Я как бы жизнь-то еще не почувствовал. Может, я когда вырасту, что-то меня будет не устраивать. А если перемен не будет, то что потом? То есть надо пожить еще, чтобы на такие вопросы отвечать. Я молод. Вспомним, в смысле… Перемен. Хороших, плохих. Вот как сейчас принято говорить, стабильность такая, когда ничего не происходит. Вы знаете, я думаю, что нет. Потому что, как говорится в споре, рождается истина. И я думаю, что когда перемены, они все равно влекут за собой какие-то новшества, в результате которых ты можешь понять, нравится тебе это или не нравится. И мне кажется, что вот благодаря вот этим переменам можно понять, куда ты идешь – вперед или назад. А вот без перемен вот эта стабильность, это превращается в рутину, которая, мне кажется, может привести к полному разрушению.